недвижимость словении в вопросах и ответах часть 3 строительство торгового центра в этой серии мы узнаем что требуется для успешной инвестиции посмотрим как относится к строительству банки увидим конкретные решения а начнем с вопроса что значит инвестиционно привлекательный торговый центр который еще не построен это пятно земли под застройку подписанный договор с одним или несколькими арендаторами которые готовы въехать в этот объект уже подтвердили свое намерение это утвержденный проект строительства который имеет все разрешительную документацию и надежная компания партнер которая готова сопровождать вас по всем этим этапам и взять данный объект дальнейшее коммерческое управление обязательно ли у еще не построенного торгового центра есть арендатор и кто им может стать арендатор уже найден на данный объект до начала строительства реконструкции с ним уже подписан договор стандартный договор в таких ситуациях это либо бессрочный либо восьмидесятилетний договор с четко прописанным сроком невозможности отказа от аренды то есть срок от невозможности отказа как правило составляет 5-8 лет это гарант того что когда объект будет сдан арендатор его примет и он будет там находиться такая история характерна именно для крупных арендаторов которые работают по всей стране нас на территории сопредельных государств они заинтересованы занимать эти площадки раньше своих прямых конкурентов торговый центр не обязательно строится под одного крупного арендатора он может быть рассчитан на два крупных арендатора и на несколько арендаторов спутников поменьше какие точки в словении подходят для строительства с нуля такое решение принимать исходя из анализа торговой зоны из того какой трафик она гравитирует вокруг себя из посетителей изучается общий план изучается состав арендаторов на этом плане исходя из этого уже подбирается кому из потенциальных арендаторов это предложить если мы говорим о непродовольственном ритейле для них явным важным параметром является наличие рядом крупного продовольственного магазина который люди будут приезжать наличие большой открытой парковки если в зоне находится крупный продуктовый ритейлер то хороший аргумент если это помещение и земля по ним принадлежит этой компании это гарант того что она не съедет оттуда это их постройка пример интересные зоны пятно под застройку в городе жалец которые находятся на шоссе между двумя центрами словении любляной и марибором достаточно много городов словении которые еще не покрыты крупными сетевыми компаниями например жалец сижанна там уже присутствуют продовольственные сети но еще не дошли такие компании как тэдди и кик и вот здесь есть крупный супермаркет лидл которого земля находится собственности и свободная территория вокруг на которой можно построить новые торговые центры в какой момент инвестор входит в проект входить такой проект надо когда подписаны договора именно с крупными якорными арендаторами в лице крупных компаний по арендаторам помельче в лице книжного магазина магазина оптики аптеки страховой компании можно найти позже после строительства объекта как правило такие компании подбирают помещения в торговых центрах где уже есть крупный арендатор конечно же это работа которую проводят инвестиционные компании в словении изучается локации присутствие в этих локациях крупных продуктовых сетей других крупных непродовольственных ритейлеров и когда найдена локация где рынок еще не покрыт каким-то из арендаторов начинается поиски выгодных участков земли есть ли на рынке проекты которым не хватает только инвестора сейчас словении есть несколько проектов уже имеющих необходимые разрешения они появились а точнее остались на рынке еще со времен экономического кризиса когда-то их начали реализовывать крупные компании затем проекты пришлось отложить до того времени когда экономика словении вновь пошла в рост интерес к этим проектам резко вырос за последние два года и полагаю в течение двух лет они уже реализованные придут на рынке что делать инвестору после принятия принципиального решения об участии в строительном проекте за урис нечитанных для реализации проекта в словении необходимо открыть свою проектную компанию владелец этой компании только вы инвестор и финансовые решения находятся в вашем виде затем надо перевести на счет новой компании средства необходимые для реализации проект если разрешение на строительство уже выдана компания может приступать к нему сразу если такого разрешения нет мы можем предложить комплексную поддержку помогаем с выбором земельного участка и ведем от имени клиента весь процесс до момента получения разрешения на строительство кто и как контролирует процесс строительства период строительства мы выступаем как инжиниринговая компания которая от имени клиента управляет всеми процессами предписанными по закону в республике словении это административные процедуры контроль за работой архитектора и застройщика контакты со всеми официальными лицами стопких обвезли что гарантирует инвестору надежность вложений саправе все поступки клиент получает гарантии поскольку не платит вперед то есть все процедуры ведутся поэтапно по фазам когда фаза окончена инвестор получает возможность оценить сделанную работу и платит только после согласования со своей стороны оплата постфактум и к тому же растянутая во времени позволяет сделать инвестиции более рентабельной ситуация такова что строительная организация готова строить объект за собственные средства но она также хочет получить гарант что после строительства этот объект приобретут таким гарантом служит вот этот задаток 10 процентов на счет нотариуса эта схема интересна обоим сторонам инвестор если они будут соблюдены обязательства получат задаток в удвоенном размере строитель же если инвестор по каким-то со внутренним причинам откажется от этой сделки после окончания реконструкции объектов получит этот задаток 10 процентов которые позволят покрыть маркетинговые расходы на поиск нового покупателя можно ли получить кредит на такой проект сюда по и банки банки с большой охотой кредитуют именно строящиеся и замороженные объекты поскольку они более внимательно проверяется государственными структурами более понятны прозрачны а значит надежны любом случае для банка при проверке самым важным будет даже не статус инвестора а данные об арендаторах недвижимости проверяя арендные договора кредитор может вычислить рентабельность проекта а значит понять безопасность своего кредита пример объекта строительство которого может начаться в ближайшие месяцы мы нашли рядом с городом мурска собота в крупной торговой зоне мы находимся в самой посещаемой торговой локации в мурска собота главном городе прикмулья здесь остался последний участок земли и мы получаем разрешение на строительство объекта площадью около 1200 квадратных метров разрешение будет получено в течение двух месяцев договор аренды уже подписан помещение арендует компании кик магазин который сейчас находится по соседству причина по которой они решили переехать лучшее расположение нового здания здесь больше парковка и выше поток клиентов компания кик обычно выбирает помещение площади 600 700 квадратных метров но здесь они ожидают рост числа покупателей на 30 процентов и выбрали помещение большей площади преимущество конкретного проекта в том что у торговой точки будет только один арендатор это упрощает работу управляющей компании но главное для инвестора что арендатор подписал долгосрочный договор на десять лет на ложбах